О фильме Крецул в интернете пока толком никакой информации. На кинопоиске только страна-производитель, Россия. Продюсер Анна Шалашина и режиссер Александр Лихачева. Но уже точно известно, некоторые сцены фильма снимали в Бендерах и Тирасполе. Бендерский автовокзал и перекресток улиц Калининой и Комсомольской. Кто бы мог подумать, это отличные локации для съемок, которые передают атмосферу 90-х. В это время и разворачиваются основные события картины. Вот операторы-каскадеры готовятся к одной из самых кульминационных сцен. Главный герой попадает в аварию. Его играет молодой актер Никита Волков. Мне безумно интересен был сценарий. Мне крайне интересна сама история Олега и Виталия, история их дружбы и вообще, ну, все, что с ними произошло. Поэтому, да, я совершенно не раздумывая вписался в это. При откройте завесу, я смотрю, что у вас это петличка, да? Да. А вот специальный корсет или что? Нет, это звук. Нет, это просто звук. А, это звук так цепляется. У меня тут сверху еще, как говорится, мастерка. Все прикрывает. Да, все прикрывает. Поэтому вы меня застали, что называется. Ясно, ясно. То есть ваша рабочая одежда, по сути, это мастерка, да? Спортивный костюм. Никита снимался в фильмах «Трудные подростки», «Черновик», «Нежность» ради роли Олега Крецула, даже увлекся в дзюдо. Я КМС по плаванию, я футбол играю, но дзюдо, это же не бокс, понимаете? То есть у меня есть какие-то навыки бокса, но это совершенно другое. То есть тут другая техника. И я с ней столкнулся впервые, и, конечно, это очень увлекательно. Вот режиссер ленты Александра Лихачева. В 2011-м она закончила мастерскую экспериментальной режиссуры в ГИКа. В ее кинокопилке три фильма. Среди них короткометражка Катя Кринолинова. Картина участвовала в кинофестивалях Амстердама, Гамбурга, победила в номинации «Лучший фильм» конкурсной программы Международного студенческого фестиваля в ГИКа. Прежде чем снимать кино об известном спортсмене, Александра не раз встречалась лично с Олегом Крецулом и его другом-тренером Виталием Глигором. Виталий был главным консультантом при создании сценария. Олег тогда готовился к соревнованиям. Влезать в сценарий, ну, не то, что нам не позволили, просто это все-таки работа режиссера. И если он позволит всем корректировать то, что нравится, не нравится, то получится, что это работа не ее, а какой-то бенегрет. Поэтому там, где были какие-то щекотливые темы, мы обсудили, мы, ну, убрали. Олег Крецул – паралимпийский чемпион, чемпион Европы и мира среди незрячих спортсменов. Это еще и очень сильный человек. В самый сложный момент он взял себя в руки и продолжил заниматься любимым делом и стал лучшим. Предположительно, фильм «Крецул» выйдет на экраны весной следующего года.